День Республики Представлен новый министр внутренних дел по Калмыкии. В листе отметили Международный день семьи. Столицы Калмыкии обсудили подготовку к предстоящему Дню Республики Калмыкия. Стратегическую сессию возглавил руководитель региона Бату Хасиков, а в работе круглого стола приняли участие представители общественных организаций, сферы культуры и образования Республики. Напомню, День Республики Калмыкия ежегодно отпечается 5 июля и учрежден как государственный праздник с 2019 года. Как такой смысл, такой посыл у нас этот праздник для нас, во-первых, все-таки это гордость за Республику, потому что мы знаем свою историю, историю Республики. Да, может быть, это современная история Республики, ведь есть еще и предыдущие не просто годы, а века. Тем не менее, мы все-таки взяли отчет с этой даты. В этом заложен определенный смысл, как новая эпоха Республики. Также здесь мы закладываем такой смысл, это люди. Те люди, которые внесли колоссальный вклад в становление Республики, в развитие, как и несколько десятков лет назад, так и на сегодняшний день, именно сейчас. В ходе многосторонней дискуссии каждый участник выступил с определенными предложениями по проведению Дня Республики. В свою очередь глава Калмыки Батухасиков предложил провести 5 июля массовый турнир для ребят и их родителей, а также выступил с инициативой ввести аналог вручения краповых беретов для воспитанников центра. Отдельное внимание привлекло выступление ректора Калмыцкого государственного университета имени Кордовикова Бадмы Салаева. Руководитель опорного вуза региона выступил с рядом предложений, которые, по его мнению, поднимут научный престиж Калмыкии на еще более высокий уровень. Предлагаю для рассмотрения провести, назовем, форму, взаимы, взлета, взлет представителей династии. У нас представители династии, к сожалению, и молодое поколение, и нынешнее поколение мало мы помним и отдаем дань тем династиям, которые преданно служили нашей республике Калмыкии. В области ли животного страна, в области ли сегодня сельского хозяйства, образования, науки, здравоохранения и так далее, вот очень важно, я уже не помню, было у меня такое, может, я не напомню, но, Батву Сергеевич, чтобы собрать, провести, отдать дань памяти тем, кого нет, но их традиции сохраняют, продолжают в разных отраслях работать ради родной республики, повеленные поколения генназий, это было бы очень, мне кажется, очень здорово, она подняла бы общий дух народа. И вот таким образом дали бы должное, как бы продемонстрировали особенному молодому поколению, как надо, не на словах, а на деле, служить своей родной республике. И в Калмыкии, вот, Сергей, через предложение, я бы в части стране об этом уже говорили на федеральном уровне, нам необходимо, вот, без науки никуда сейчас, без научного прогресса никуда. Поэтому есть предложение тоже, вот, на перспективу в день науки, в день республики и так далее, предложить бы хотя бы подходы в части развития и разработки и принятия стратегии развития науки и научных исследований республики Калмыкии по приоритетным направлениям. Это не только региональная повестка, это и федеральная повестка в том числе, в которой мы должны через науку научных исследований внести свой вклад в развитие А республики и, Б, второе, внести федеральную повестность. Затронули участники важную тему для региона – сельское хозяйство. Депутат Народного хурала парламента Калмыкии Валерий Болдырев предложил провести в день республики выставку сельского хозяйства. По итогам выступления парламентарий поинтересовался у главы республики Батухасикова о дальнейшем курсе развития Калмыкии ввиду приближающихся выборов руководителя региона. Действующий глава Калмыкии объявил о своих планах участвовать в выборной гонке, но все решится после встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Республика заслуживает большего, что у нас все есть для того, чтобы, как и вы, Валерия, настоящие каждый из вас сказали, что можно жить и гордиться правильно, за свою республику, за свой народ, и мы можем быть именно гордостью, в том числе и одной гордостью всей нашей большой и великой страны. Ну, если, скажем так, что инициатива идет с вашей стороны, что вы все-таки одобряете, что вы видите, что мы наверх в пути, что надо продолжать, то я с огромным удовольствием сделаю все для того, чтобы этот путь продолжить и чтобы продолжать отдавать полностью всего самого себя служению Республике Калмыкия. Глава региона поздравил Дмитрия Григорьева с официальным вступлением в должность министра внутренних дел по Калмыкии. Новый руководитель республиканского ведомства прошел большой профессиональный путь и долгое время работал в различных спецподразделениях МВД по Рязанской области. Общими усилиями мы продолжим курс по укреплению взаимодействия всех правоохранительных органов. Во все времена профессия полицейского была и остается одной из самых нужных в обществе. Важно, чтобы каждый сотрудник стремился усилить работу для четкого и своевременного решения поставленных задач, сказал Хасиков. Также руководитель республики поблагодарил Сергея Никифорова за многолетний труд. Нам много удалось сделать в части поддержки полицейских и усовершенствование условий их труда. В том числе приняли меры по примированию лучших сотрудников. Эту работу продолжим, считая, что самое главное – это оценка наших земляков. Они доверяют сотрудникам полиции и надеются на них, видят в них свою защиту и опору. Напомнив, Сергей Анатольевич возглавлял региональное МВД с 2018 года. Теперь он назначен начальником МВД по Калужской области. Бату Хасиков провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. С вопросом о благоустройстве сквера в поселке Аршан обратилась Сабира Мацакова, которая работает учителем английского языка в местной школе. Ранее жители поселка проявили активность в голосовании за объекты благоустройства. Благодаря этому зону отдыха ждет полное обновление. На сегодня уже разработанная проектно-сметная документация и дизайн проекта, получено положительное заключение, ведутся подготовительные работы. Благоустройство состоится в этом году в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. По просьбе Сабира Равхатбековны постараемся качественно закончить все работы раньше срока, чтобы дети и их родители успели провести летние каникулы на новой площадке Заверилхасиков. Сквер по улице Мира – одно из самых посещаемых мест в Аршане. Скоро здесь появится современное пространство, уютные уголки для отдыха, две детские площадки и территория для проведения массовых мероприятий. В Калмыкии прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на хищение бюджетных средств в размере 13 миллионов рублей. По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемые предоставили в Министерство сельского хозяйства республики подложенные документы о проведенных фитомиллиративных работах по закреплению открытых песков и о затратах на их выполнение. С использованием документов они пытались незаконно получить субсидию в размере более 13 миллионов рублей. Умысел на хищение бюджетных средств соучастники не довели до конца, поскольку у комиссии профильного министерства предоставление субсидий было отказано. Уголовное дело направлено в Лаганский район и суд для рассмотрения по существу. Следователями Следственного комитета по Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительницы Черноземельского района. Как установлено следствием, в декабре 2023 года женщина вышла с животноводческой стоянки, расположенной в 9 километрах в юго-западном направлении от поселка Улан-Хол Лаганского района Республики Калмыкия. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Следователями и криминалистами, совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Рабочая группа по реализации проектов мелиорации проверила соответствие выполненных фитомелиоративных работ на площади свыше 600 гектаров на территориях Лаганского ГМО и Артезианского СМО. Результаты показали, что выполненные мероприятия соответствуют технологическим схемам по закреплению открытых песков, отмечается оптимальная приживаемость высаженных черенков джузгуна безлистного, обеспечивающая защиту и сохранение сельхозугодий от ветровой розди и развития процессов опустынивания. Всего в республике в 2024 году будут реализованы 8 проектов мелиорации по закреплению открытых песков в Лаганском и Черноземельском районах путем посадки джузгуна безлистного на площади 4,3 тысячи гектара. В 2025 году и в последующие годы мероприятия по агрофитомелиорации продолжатся в Лаганском, Черноземельском, Юстинском и Яшкульском районах. При этом, сельхоз Халмыкии напоминает о предусмотренных действующим законодательством мерах ответственности за представление недостоверных сведений о выполнении фитомелиоративных работ в целях получения компенсации. В 2025 году в 8 муниципальных образованиях республики будут благоустроены территории. Подведены итоги всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Так, в лидерах объекты, набравшие наибольшее количество голосов, вылезти территория перед культурным центром Родина, в Лагане, сквер Буды, Майтреи, в поселке Комсомольской аллея парка и отдыха, в Яшелте площадка для проведения общественных мероприятий по улице Городовикова. В 2024 году участие в голосовании приняли порядка 30 тысяч человек. Самыми активными в этом году стали жители небольшого поселка Эсталта Яшелтинского района. Участие в голосовании принял каждый второй житель в возрасте от 14 лет. Также активно голосовали за выбор общественных территорий жителей села Яшелта и Городовиковска. Нам ежегодно выделяется из федерального бюджета 100 миллионов рублей и при этом есть софинансирование из республиканского бюджета и из местного бюджета. На данном этапе мы определились с объектами или с дизайн-проектами. Дальнейшая работа наших коллег из муниципальных образований – это разработка уже проектно-сметной документации по тем дизайн-проектам, которые утвердили, или на те объекты, которые были выбраны. Далее уже конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Мы при этом настаиваем на том, чтобы конкурсы по выбору подрядной организации были также проведены в этом году, ближе к концу года – ноябрь-декабрь. Почему мы это делаем? Потому что подрядчик будет знать, что он выиграл, например, этот муниципальный контракт, он обязан его исполнить. Огромную работу по отбору территорий проделали волонтеры. Благодаря их помощи удалось в очередной раз реализовать федеральный проект. Всего было задействовано 600 волонтеров. Стать волонтером данного проекта может любой человек, достигший 14-летнего возраста. Для этого ему нужно зарегистрироваться на платформе добро.рф, подать заявку на данное мероприятие. Затем проводится отбор заявок, то есть подтверждение их, и проводится с каждым волонтером отдельный инструктаж по определенным каким-то критериям. Ребята очень активно принимали участие. Им действительно себе понравилось быть волонтерами, вносить свою лепту в благоустройство нашего города. Для сравнения и пояснения мы рассказывали, показывали на примере, какие территории у нас были до и какие стали сейчас. Ребята показали себя очень хорошо, были максимально коммуникабельны. Семья – это тыл и фундамент, на котором строится жизнь любого человека. Именно в семье зарождаются семейные ценности, традиции и обычаи народов мира. Международный день семьи перед культурным центром Родина состоял с чествованием семи семей, в их числе многодетные, семьи участников специальной военной операции, молодые и пары, переступившие полувековой юбилей совместной жизни. Всех их объединяет любовь, верность и взаимопонимание. В этот день свою радость и отличное настроение дарили артисты, а также творческие коллективы республики. Ну, во-первых, конечно же, уважение, это первое всего. Ну и любовь друг к другу, любовь к семье. Вот это и все. Сколько у вас детей? Трое детей, восемь внуков, два правнука. Молодым парам я пожелаю, чтобы верность, любовь, взаимопонимание, чтобы доверяли друг другу. Ваши колбасские традиции, да, и еще небольшое отделение. Сын у нас ходит в колбасскую национальную гимназию, дочка еще в садик ходит, тоже будет ходить туда. И посещаем секции. Я считаю, что женщина играет важную роль в семье. Она задает погоду, скажем так, в доме. Настроение семьи тоже зависит от женщины. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV и зеленой точки Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин